Что на самом деле произошло за закрытыми дверями в Центральной избирательной комиссии? Существует очень много интерпретаций, но совершенно точно, что происходит какое-то нездоровое перераспределение этих избирательных участков. Все очень непрозрачно. Общества, общественные организации, политические партии, международные наблюдатели, все пытаются понять, что это. И все в один голос говорят, что сам процесс проходит очень неправильно, скажем так. Больше всего разговоров о решении отвергнуть увеличение числа избирательных участков за рубежом. Все отлично понимают, что это будет иметь прямое влияние на результат выборов. Все понимают, что в итоге принятые 146 избирательных участков означает, что в очень многих местах опять будут огромные очереди. Могут быть ситуации, когда люди простоят целый день и им просто не хватит в итоге избирательных бюллетеней. Многим придется ехать на машине или на общественном транспорте сотни километров, чтобы добраться до ближайшего участка. Плюс это еще и середина лета. Просто понять, простая 6-7 часов в очереди при 40-градусной жаре, это так себе перспектива. Поэтому, естественно, большое недовольство. Ну и плюс поведение некоторых членов избирательной комиссии. Во-первых, комментирует себе господина Лебединского, который просто не смог никаких внятных аргументов привести, почему он предложил оставить все, как было на прошлых выборах. Ну вот поэтому и все это обсуждают. Посмотрим, что в итоге скажет молдавская юстиция. Я совершенно уверен, что это все дойдет до Верховного суда, до Высшей судебной палаты. Но сложно сказать. Я не думаю, что что-то поменяется. А то, что связано с избирательными участками для граждан, проживающих в Приднестровье, больше всего дискуссий по решению открыть на неподконтрольной ситуации территории три избирательных участка. Это абсолютная премьера. Это полностью противоречит вообще любым международным правилам, да и здравому смыслу. Потому что молдавские, скажем, руководство Молдовы, госструктура наша не могут обеспечить доступа ни наблюдателям, ни даже членам самих вот этих избиркомов. Поэтому, естественно, есть запрос, чтобы там не открывать, потому что ты не можешь проводить процесс на неподконтрольной территории, когда ты не можешь гарантировать элементарно сохранность избирательных списков, сохранность избирательных бюллетеней и так далее.